В прошлой неделе, как я уже анонсировал на своем канале, состоялись суды над патрульной полицией. Один из судов был над Ильёй Мозговым. Это инспектор полиции, который погорел на взятки в городе Чугове. Все о нем помнят, все о нем знают. Сюжеты суда рекомендуем вам посмотреть сразу после моего комментария. Прежде хочу вам рассказать, как развивались события после моего ролика о ЖКХ. Опубликовал я недавно ролик вот этот вот про сюжет ЖКХ с городом Запорожье, в которой фигурировала фирма «Город для людей», которая обслуживает мой район, в частности, в городе Запорожье. Опубликовал я это видео на странице у себя в Фейсбуке. Буквально суток не прошло, как отреагировал на это видео собственник компании Руслан Крамаренко, который, в принципе, и создал эту компанию. Он был очень неприятно удивлен теми событиями, которые происходили на видео. Всем рекомендую почитать его сообщение, которое он оставил у себя на странице, потому что, по моему мнению, очень молниеносно и правильно он отреагировал, для того, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Значит, из того, что известно мне, Роман, которого я безуспешно пытался найти в городе Запорожье в момент, когда он меня прорвало трубу в доме, был уволен. Роман, конечно, расстроился. Под видео ЖКХ вы могли видеть его гневные комментарии, в которых он, кстати, разглашал мои личные данные, что запрещено законом. Он, видимо, об этом не знает. Но это дело прошлое. Также звонили после ролика, сразу же звонили на мой личный телефон, который, естественно, оказался у фирмы «Город для людей», точнее, оказался у Романа, и дальше, наверное, пошел по рукам его друзей и знакомых, которые угрожали мне и всячески пытались со мной встретиться. Наверное, до сих пор хотят. Я думаю, что, возможно, будет продолжение этого сюжета. При удобном случае обязательно покажу вам этих людей. Но хочу сказать, что все закончилось благополучно. Починили все, что коммунальные службы, все, что должны были починить. Кому еще раз интересно, ниже ссылочка, почитайте. По-моему, очень полезная реакция руководителя. Если бы все сотрудники полиции, руководители полиции, также действовали по отношению к своим подчиненным, я думаю, давно настал бы уже покой и порядок. Теперь, что касается заседания по Илье Мозговому. Прежде всего, ребята, хочу поблагодарить тех людей, которые пришли поддержать этот процесс, которые откликнулись на мой призыв не оставаться равнодушными. Вам большое спасибо. Сам Илья Мозговой в суд не явился. Точнее, явился он в суд, но зайти в зал побоялся, видимо, либо постеснялся. Находился он в своем автомобиле и ждал, пока закончится процесс. Это из того, что сказали мне ребята, которые его видели. Значит, несколько слов о линии защиты. Значит, защита наставила на том, что Илью неправомерно уволили с рядов полиции, в связи с тем, что в момент этих событий, которые якобы происходят на видео, в которых фигурировал Илья, это был не он, а был какой-то другой человек, потому что Илья был на больничном. Он был на больничном, в этот день вообще не работал, оружие он не расписывался, не получал, поэтому это был не он. Кто это был, неизвестно, потому что процесс это был о незаконном увольнении Ильи, и сам момент взятки и расследования коррупции не расследовался. Поэтому линия защиты, конечно, поражает. Ничего не могу сказать я цензурного, в принципе, для того, чтобы вам описать свои эмоции, но, тем не менее, суд принял адекватную позицию. Было приятно смотреть за тем, как судья проводил процесс, поэтому остались мы довольны пока, потому что впереди еще нас ждет апелляция. Посмотрите обязательно на адвоката, который защищает Илью. Это очень важно, чтобы понять, в принципе, уровень того, что происходило в суде. Вырезал вам самые интересные кусочки, ребята. Обязательно не оставайтесь равнодушными, следите за этим процессом, потому что, еще раз напоминаю, будет апелляция, очень важно, чтобы общество приходило, чтобы реагировало, чтобы подобные люди не восстанавливались и не получали наши с вами деньги с бюджета себе в карман, для того, чтобы продолжать нас обелечивать на дороге. Поэтому подписывайтесь на канал, ребята. Еще будет очень много интересного. До встречи. Всем пока. Вообще, я некоторых ваших уже там подавлю, колотятся некоторые. Вы меня запугиваете? Я не запугиваю. Я сам полковник Милиции, не запугиваю. Вы так работаете, правильно ли люди говорят. Просто он в лифт неправильно поступил, понимаете. Я бы не так поступил. Поэтому, конечно, суд вынесет обрадание. Отношение его пользы остальными. Но так же нельзя работать, понимаете. Я сам полковник Милиции, понимаете. Но я работал, я впервые сидел, потому что не виноват на расправу, понимаете. Да, да, от милиционера, который шел против их закону. Так вы после этого решили защищать милиционера, которые идут... Нет, подождите, давайте так. Тут, во-первых, материалы, когда знакомятся... Вы видели видео? Вижу, да, видел, видел. У вас после этого еще какие-то вопросы остались? Нет, вопросы остались. Остались? О том, что да. Вот в такой работе вашей можно вас и посадить, к сожалению. Представляете, тут доказать, что Илюша был неправ. Да мне доказывать не надо, я это видел в своих глазах. Ну, давайте так, смотрите. Нет, секунду, я закончу. Это вы суду можете доказывать его невиновностью. Да, мне невиновность Илюши доказывать не надо. Ну, там в интернете много людей зарасстрел от закроупцев. Я за. Нет, послушайте, нет, секунду. Потому что про советскую власть... Вы забудьте про советскую власть. Я вам скажу одно. Как это забудьте? Забудьте. Мы сейчас говорим про конкретный случай. Вы там не были еще. Так вот, там таких любят, понимаете. А таких, как Илья, там не любят? Я хочу, чтобы таких любили, как Илюша. Давайте, давайте, сначала доказать, потому что Илья так обвиняли. Суду доказывать. Так я же говорю, суду, суду. Правильно наговорить. Мне доказывать не надо, мне не надо. Сейчас нельзя отдать право всем, право мерности сбора ваших оказаний. Суду нельзя. Я же говорю, суду, да. А мне не надо она. И народу, который смотрит, не надо. И тем людям, у которых он брал деньги, им тоже не надо объяснять, что это такое. А за то, что не пьет человек, и он брал деньги. Вот с меня он взял 12 штук взял. 22 апреля. Вот что. Не писал. Я только узнал, посмотрел. Я вот сегодня не пошел. Такой человек еще выходит и идет на работу. Как можно? Знаете, как делается это? Я не пью. Я отдыхнул. И он 027. Я говорю, мне где-нибудь там было 3 штук. Он говорит, 10 не уедешь. Я приезжаю при тенеге. До сестра говорю, дай мне 10 штук. Я даю ему 10 штук. Он говорит, с этим строкачем. Он говорит, давай еще здесь. Давай 12. Я ему 12 штук отдал. Смотрите, к сожалению. 22 апреля. Меня убито. Я приехал с участвовать на него побыть. Я убедил вот это. Я приехал. К сожалению, нет у него полномочий таких, понимаете? Он из меня взял 22 апреля. А они его поймали с 7-го, да? Вчера ребята с изны его поймали на 7-ми. По-моему, Вадим. Дали кабану он взял. Семьяны законно сделаем, что он проваливший, чтобы он не пил в другой раз. Если вы считаете, что он виноват, есть органы. Так мы так и сделали. Так мы так и сделали. Есть СБУ, есть полиция, есть. Ну, просто обидно. Это не делаем это 100 штук. А вот так, как самодеятельность, она. А это все спасибо им, что они его поймали. Я вас поделал под статью провокацию взял. Элементарно. Просто я же не снял. Я потом видишь, что? 38 мая, да? Ты думаете, что я в тюрьме сидел? Я что убил, украл, оградил кого-то? Я сам полковник. За правду вы сидели. Да. Я понял. Возьмите телефон, позвольте. Спасибо большое. Нет, не потому что... Легкую. Что вы смеете? Вы смеете? Человек под статьей смеет. Нет, я за Сашу сяду. Я за Сашу сяду. Ну, сядьте вместе. Да, сядьте. Я там в гостях. Да я тоже был в гостях. Он нам не рассказывал. Другими словами, если бы не здесь, я так понимаю, с вами мы могли встретиться только там. Да не надо так встречать, там плохо очень, а ты ж не сдох там. Не надо, я думаю. Вы запрошены в якости свитка по перерозвлению справа до позову мозгового Илья Сергеевича до головного отправления нацполиции в Харкейском области про установление на посаде стягивания крышки за час вывношенного руководства с касыванием на кайф. Как вы считаете, вот вы получили, собрали некое, как говорите, доказательства, сдали органы, иметь ли они законную силу, как вы считаете? Суд снимает все вопросы, потому что не в компетенции свитка, взагалі, не в компетенции свитка. Шановный персонал призначатель, если вы пойдете до положения статей 212 Кодекса Университета Судочинства, суд мое право снимать те вопросы, которые участники судового процесса задают свитку. Ваши вопросы должны относиться той информации, которую свиток сообщает, а не спросить у свитка, как он относится к доказательствам, если у нас есть законные доказательства. Я хочу услышать у вас, скажите, пожалуйста, вы готовили, получили информацию, как это была ситуация в Кодексе? Не понимаю. Получили информацию с людей, до граждан, о том, что, да, завершаются нарушения какие-то там на этой трассе. Вы это готовили дальше, как, допустим? Сила снимает это питание, они не относятся к доказательствам. А еще питание, еще вы хотите? Как они готовили, как, в принципе, кто кому, где деньги взяли, где? Это питание суд снимает, мы сейчас не установим, че отбылось криминальное правопорушение, че не отбылось. Это задача и компетенция другого суду, другого проведения. Мы сейчас ясовываем, закон изменили позывающие органы внутренних справ. Я понимаю, если бы не объясню. И тут, я вижу, была провокация, хабариша. В общем, решение имени Украины в суд на 3 частини от 4 люта 2019 года по справе номер 329-89-66-218 суд вирішив. Адміністеративный позор, мы говорили Сергеевичу до Главного управления нацполиции Харківской области. Третья особа з Минский видела полиции Главного управления нацполиции Харківской области про визнание против права на скасывание наказа поновлення на посаде стягнення среднего заработка за час вимушенного прогулу залишите без задоволения. Решение может быть оскажено в апелляционном порядке, до 2 апелляционного административного суду через Харківской области. Зміст резолютивной частини решения порядок оскажения Заразумило, президент Конфозовича, президент Проведача, заседання закінчено. Что вы делаете, я с ними борюсь. С кем? Да вы их защищаете. Причем неудачно защищаете. Вы проиграли злого. Это адвокат теперь уже, который проиграл в нем на суд с треском. Знаете, почему? Потому что вы плохой адвокат. Я плохой, да, я плохой. Посмотрим в следующий раз. Какой следователь? Вы взяточников защищаете. Взяточников? Самых обыкновенных. Вы провокацию взятки устроили, понимаете? Если вы не верите, идите проконсультируйте. Пожалуйста. Пусть суд подаст, если мы совершили провокацию. Да не суд, будет прокуратура заниматься. Пусть прокуратура занимается, да. Это видите, будет заниматься. Если бы он был не виновен, вам бы удалось. То, что виновный, не виновный, не может быть виновным. Суд доказал. Постанова об отказе. Суд доказал. Суд доказал. Суд вынес решение, да? Что его правомерно уволили. А там на вас надо возбуждать. По факту не давать. По факту. Провокация взятки. Если вы хотите настаивать, я это сделаю. Давайте. Сделайте. Я вам не милиционер. Я логобыслу обломаю. Кому вы будете рога ломать? Вам обломайте. Мне рога ломать? Мне рога ломать? Мне рога ломать? Мне рога ломать? Что вы говорите? Что не оставляли. Что вы понимаете? То, что вы есть законные методы. Правильно. Вы показали, как вы с законными методами ничего не умеете. Показали это в суде. Знаешь, отойдите меня. Так вы-то мне подошли. Цепляйся. Я понимаю, ты работаешь. Я не цепляюсь. Сядешь ты. Вот видишь. Ты запомнил. За что? Я буду вот этот интернет раскопать отделы. Раскопайте интернет. Лучше милиционер повзятки уволены. А, да? Да. Да ты шел. Ну а как? По-другому. Аааа. Нормальный пакет. Сейчас они палились. То мне одно говорите. А вам как это? Тогда все ясно.